Чебоксары оккупировали змеи. Бумажные, ледяные, пластмассовые. В городе установлены десятки фигур в виде символов будущего года. На этой неделе в их компании появится новая рептилия. Из поролона, ткани и металлической проволоки. Большую куклу на радость горожан изготавливает мастер Александр Жигарев. Именно благодаря его стараниям в городе каждый год оживают персонажи животных из восточного календаря. Сегодня в гостях у художника побывали мои коллеги. Змея, уже нарядная, пока обитает в квартире мастера и дожидается своего звездного часа. Символ будущего года получился необычайно красивым, дает оценку своей работе Александр. Почти три метра высотой обхватить его под силу только двум взрослым людям. Но главное в этой поролоновой рептилии все-таки голова, говорит художник. Своему существу он постарался придать добродушное выражение. Надеется, что и у горожан при виде такой змее настроение поднимется. Это интересно, когда радуют других, потому что особенно когда фотографируются люди, семьи, уход, дети. Вообще-то очень прикольно смотреть, интересно смотреть, потому что радуешься. Все-таки праздник, Новый год. Чтобы изготовить большого змея понадобилось несколько метров поролона, ткани и дерева. На работу ушло две недели. Фигуру можно было сделать и побольше, говорит мастер. Проблема в том, как потом вынести ее из квартиры. Александр живет на девятом этаже. Чтобы увести новогодних персонажей, ему приходится снимать с петель входные двери. Из тяжелого сделаешь, из тяжелого металла трубы поставишь, да, учитывая этот момент тоже. Потому что, да, учитывая мелочи, и начинаешь продумывать где-то прощенный вариант. Вот, да, дерево пускаешь туда. Изготавливать символы к Новому году Александр начал несколько лет назад. Когда других мастеров подводила теплая погода, таял снег и лед, меховые персонажи пришлись кстати. Мышь, бык, дракон – все это тоже было сделано его руками. Правда, к этим символам особую страсть питают вандалы. В прошлом году новогодний персонаж даже украли с постамента. Бывает, единицы попадаются такие, это же ерунда. Но сломали, так ладно уж, главное, чтобы не подожгли опять. Вот это меня беспокоит. Обидно будет, если подожгут. В этот раз новогодний символ мастер сшил по заказу эскизам Калининской администрации. Змея будет установлена возле этой елки. Охранять талисман 2013 года будут сотрудники полиции. Если символом змеи ничего не случится, то он будет радовать детей на представлениях. В этот раз мастер решил изготовить универсальную игрушку. Сразу после новогодних праздников она превратится в ростовую куклу. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.